Я читаю одиннадцатую главу из четвертой книги царств. Его и кормилицы его в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и он неумершлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем шесть лет, между тем, как Гафолия царствовала над землей. В седьмой год послал Иодай, и взял сотников из телохранителей, из кароходов, и привел их к себе в дом Господень, и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына. И дал им приказание, сказав, вот что вы сделаете, третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме. Третья часть у ворот сур, и третья часть у ворот сзади телохранителей, и содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей, и кто вошел бы в ряды, тот да будет умершлен, и будьте при царе, когда он выходит и когда входит. И сделали сотники все, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу, и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшение, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали, «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господень, и видит, вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами. И разодрала Гафолия одежды свои, и закричала, «Заговор! Заговор!» И дал приказание Иодай священник сотникам, начальствующим над войском, и сказал им, «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умершляйте мечом», так, как думал священник, чтоб не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому, и умершлена там. И заключил Иодай завет между Господом, между царем и народом, чтоб он был народом Господним, и между царем и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображение его совершенно разбили. И Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками. И учредил священник наблюдение над домом Господним, и взял сотников и телохранителей, и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господня, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский, и он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли, а город успокоился. Агафолию умертвили мечом в царском доме. Семи лет был Иоаз, когда воцарился.